На самом деле ответ понятен, почему живут так мало, потому что заболеваемость, ну, во-первых, потому что это онкологическое заболевание, но основная проблема заключается в том, что эти заболеваемость небольшая, к счастью, и опыта, концентрирующаяся в одном центре, собрать достаточно трудно. И поэтому вот та основная проблема, которую мы активно обсуждаем с Исланой Анатольевной и выносим на обсуждение, что все-таки эти пациенты должны концентрироваться в одном месте. И чем больше опыта, тем, естественно, будут лучше результаты. Ну, вот те результаты, которые мы не один раз, может быть, показывали, но тем не менее вот это соотношение заболевших и умерших, если вы видите, насколько оно отличается в Соединенных Штатах и у нас, то есть все-таки вот эта концентрация больных, наверное, позволяет получать лучшие результаты в лечении. Если посмотреть по уровню выживаемости этих пациентов, то мы видим, что практически процентов 25 в Санкт-Петербурге, в частности, мы имеем проигрыш. При этом большая очень проблема в том, что мы не можем на сегодняшний день реально оценить заболеваемость и смертность у этой категории больных, потому что в отчетной форме отдельно герминогенные опухоли отсутствуют, они идут вместе с другими опухолями половой системы. И отделить сейчас и оценить вот эту ситуацию в последние несколько лет не представляется возможным, что является тоже, наверное, достаточно большой проблемой. Поэтому эти цифры, которые я показываю, на самом деле они уже демонстрировались, но новых нет. В связи с этой реорганизацией, которая произошла, их продемонстрировать практически сегодня невозможно для непосредственной герминогенной опухоли яичка. Причем, я так понимаю, не только в Санкт-Петербурге, но и в России в том числе. Ну вот этот слайд я тоже очень люблю, он говорит о том, как изменилась выживаемость больных после внедрения химиотерапии цисплатины. Если мы вспомним цифры выживаемости в Санкт-Петербурге, то мы видим, что они находятся на том уровне, на котором находились в Европе до внедрения химиотерапии цисплатины. Поэтому нам очень не хватает вот этой организации, организации маршрутизации этих пациентов и в том числе адекватного лечения. Но еще раз повторяю, если нет опыта, то и лечение этих пациентов получается не таким, как нужно, и результаты их, к сожалению, плачевны. Конечно, основными причинами низкой выживаемости больных герминогенными опухолями является несвоевременная диагностика, которая зависит от обращаемости пациентов, насколько они быстро пришли, и от ошибок диагностики при первичном приеме. Вы не раз показывали наши данные, где все-таки надо понимать, что основным являются ошибки диагностики. Именно это привносит в нос, в свою лепту, в плохие результаты лечения. Поздняя обращаемость. Да, действительно так, эти пациенты склонны скрывать, у них есть определенный психотип при этом. Но, тем не менее, основная проблема, именно влияющая на выживаемость этих больных, это ошибки диагностики и неправильная этапность лечения. Нарушение перечня рекомендованного обследования лечения, опять же, это вытекает как следствие из того, что если в руках врача 2, 3 или 4 пациента за 5 лет, то понятно, что адекватно применить те стандарты, которые существуют, невозможно, а тем более понятно, что не все укладывается в стандарты и требует подчас достаточно индивидуального подхода в конкретной ситуации. Плюс центр, в котором это может происходить, где нет опыта, он просто не обладает всем тем спектром необходимых лечебных мероприятий, которые нужно предложить этому пациенту. Поэтому, еще раз повторю, что эти пациенты должны все-таки концентрироваться в высокоспециализированных центрах, которые занимаются непосредственно герминогенными опухолями. Ошибки патоморфологического исследования действительно большая проблема, и у нас пересмотр препаратов часто меняется. Была статья из РОНЦа, где 40% практически ошибок или пересмотров материала заканчивались изменением диагноза. Ну и рефракторность опухоли к проводимому лечению на самом деле самый наименее значимый фактор, хотя достаточно важный, но очень маленькая группа больных – это порядка четверти из больных плохим прогнозом. Поэтому это важный фактор, но, с другой стороны, он предсказуем, понятен, и он не зависит от нас с вами, он зависит от биологии опухоли, которая есть. Ну вот эта фотография остается актуальной, на мой взгляд, до сих пор. Таких размеров образования молодой человек долго очень собирался к врачу, в связи с религиозными некоторыми ограничениями, ему не давали получать медицинскую помощь, но когда уже появились изъязвления, он все-таки к нам обратился, был прооперирован, скротомоктомия тотальная, затем химиотерапия, затем удаление резидуальных масс, и этот пациент до сих пор находится в ремиссии. Этот слайд не только к поздней обращаемости, но и в том, что и этих пациентов необходимо лечить, и у них есть все шансы выздороветь. Не просто оказать ему помощь, а еще и выздороветь. Он до сих пор, еще раз говорю, в ремиссии, получает гормонозаместительную терапию, у него были дети, к сожалению, конечно, у него собрать сперму не получилось для криоконсервации, но, тем не менее, этот пациент до сих пор жив и живет в своей семье. Понятно, что пока у нас такое отношение к жизни, мало что изменится. Понятно, что нужно приносить какую-то информацию, хотя бы какую-то, о этом заболевании, в принципе, о том, что это заболевание возможно. Тогда, наверное, и обращаемость будет более быстрая, так как все-таки это наружная локализация, и ее определить достаточно просто. Также уж необходимо обучение подростков самостоятельному обследованию. Всех, конечно, не надо, и большинство, то есть работы, которые были посвящены скринингу, они показывают, что в этом целесообразности нет, ничего, кроме психологического такого отрицательного настроя у этих подростков это не вызывает. Но, тем не менее, существуют группы риска, в которых и целесообразны эти программы, и вполне их просто этих пациентов обучать самообследованию, как при криптоархизме, так и при синдроме Клайдфейтера, опухоли в анамнезе у ближайших родственников, у братьев, наличие контролитеральной опухоли или неоплазии, бесплодия, трофеичка – это те пациенты, которые действительно находятся в группе риска и могут быть обучены самообследованию. Ну и вот те ошибки, которые мы допускаем при первичном обращении этих больных, и чаще всего это первичный прием уролога, где нет настроенности на онкологические события, очень похожий, часто может маскироваться под гидроцели, гематоцели, орхоэпидидимид, ну и основной, конечно, диагноз – это орхоэпидидимид, который выставляется в этой ситуации. При этом назначается различное лечение, в том числе и физиотерапия на эту область, что, естественно, влияет на течение процесса, но и затягивает времени. Ну вот конкретный пациент, молодой человек, обратился по поводу появившегося уплотнения в левом яичке, и пациент был осмотрен, выставлен диагноз хронический эпидидимид, и пациент практически год после этого за медицинской помощью не обращался до тех пор, пока у него не увеличился в объеме живот, и только тогда он обратился уже повторно к врачу, уже к онкологу. Онколог тоже не посмотрел у него органы мошонки, выполнили перкутанную биопсию, уже гистологически верифицировали герминогенную опухоль. Только после этого он был осмотрен повторно урологом, ему выполнено ультразвуковое исследование, весь, естественно, спектр обследования маркеров и компьютерные томограммы, и МРТ, в том числе мошонки, и выявлено первичное образование в яичке. То есть целый год этот пациент потерял в своем лечении. Этот пациент тоже находится на сегодняшний день в ремиссии после лечения, лечение эффективно, но тем не менее он получил избыточно достаточно большой объем токсичной химиотерапии, что, конечно, для него небезразлично. Наверное, в этой ситуации та химиотерапия, которую бы он получил, она бы была, конечно, значительно меньше. И в том числе ему выполнено большое травмирующее хирургическое вмешательство по удалению резидуальных масс из-за брюшинного пространства. Его можно было вылечить, и это получилось, но при этом сколько лишнего и сколько страданий он получил в этой ситуации, еще неизвестно, как в будущем эти токсические проявления будут развиваться. Этому пациенту повезло меньше. Он обратился по поводу также увеличения мошонки, ему был выставлен диагноз гидроцелий, он был абсолютно справедлив, но только ему забыли при этом сделать хоть какое-то обследование, кроме пальпаторных исследований. И за гидроцелий скрывалась герминогенная опухоль яичка, он также ходил полтора года до тех пор, пока не появились явления дыхательной недостаточности, и только в этом состоянии он поступил к нам в институт. Огромный конгломерат забрюшинный, множественное метастатическое поражение легких, пациента начали лечить, достигли первичного регресса. К сожалению, хирургически, при том, что был регресс, но маркеры не снизились у этого пациента. Это говорит о плохом прогнозе и говорит о том, что этот пациент не отреагировал, по сути, на химиотерапию. Это как раз тот небольшой процент, который первично не, по всей видимости, резистентен к предлагаемому лечению. Пациенту, тем не менее, было выполнено хирургическое вмешательство, удалены резидуальные массы, но, к сожалению, буквально через полгода этот пациент умер от прогрессирования заболевания. Поэтому, еще раз, к сожалению, не всем можно помочь. Основной очень важный вывод, что пациентам от 16 до 50 лет, это как раз молодые пациенты, характерные для этого заболевания, при наличии изменений в забрюшинном пространстве или брюшной полости, обязательно он должен быть осмотрен онкоурологом и проведен весь спектр обследования на выявление герминогенной опухоли для исключения этих проблем. Насколько быстро развиваются особенно несеменомные процессы? Пациент 36 лет, не семенома, его полечили по месту жительства, затем отправили к нам на продолжение лечения, и этот процесс очень затянулся. Во-первых, он сам долго достаточно ехал в институт, во-вторых, был пересмотр гистологических препаратов, организационно это все не сработало, и буквально через 3 месяца пациент поступал уже на каталке, метастатическое поражение головного мозга, и помочь мы ему уже не смогли, при том, что процесс был чувствителен к химиотерапии. Назначение лечения дало эффект, было выражено снижение маркера, но из-за отека головного мозга и синдрома вклинения пациент умер непосредственно в клинике на фоне проводимой химиотерапии. Поэтому время прошло еще раз, начало лечения, то есть орхуникулоктомии до проявления и развития этих симптомов буквально 3 месяца. То есть при определенных условиях эти процессы могут быть очень быстрыми и быстро развиваться. И два последних примера говорят о том, что если пациент вовремя оказывается в специализированном центре, в этом специализированном центре кооперируются различные специалисты, то даже в ступиковых ситуациях у этих пациентов есть определенный выход и шансы на, в том числе, наверное, и выздоровление. Пациент 29 лет, несеменовная опухоль правого яичка, ПТ1Б, Н3, М0, С1, стадия 2С, группа благоприятного прогноза, сопутствующая опухолевой тромбоз. У него практически, в абсолютном большинстве крупных сосудов были опухолевые тромбы с пролоббированием в предсердие. Пациенту проведена была химиотерапия, причем достаточно тяжело она проходила. Начинали изолированные стесплатины, высокая токсичность. В конце концов, все-таки удалось перейти на БЭП. Был достигнут достаточно хороший регресс, снижение и нормализация уровня маркеров, снижение объема опухолевых, как в брюшной полости, так и в легких, и некоторое уменьшение размеров внутрисосудистых изменений. Но при этом действительно массивные изменения в сосудах с пролоббированием еще тромбов, в том числе и в предсердие, конечно, нас останавливали от забрюшенной диссекции, но скопировались с сосудистыми хирургами. Для них это не показалось проблемой, и первым хирургическим этапом они выполнили удаление практически всех тромбов. А еще раз напомню, тромбоз опухолевый занимал нижнюю полую вену, легочные артерии, подвздошные вены, и в подвздошных артериях были тромбы, и пролоббировала непосредственно в предсердие. Вот здесь этап операции, где извлекаются эти опухолевые тромбы непосредственно из просвета сосудов, и в том числе из предсердия. Операция прошла достаточно спокойно, с минимальной кровопотерей, пациент в течение буквально двух недель был реабилитирован, но насколько специалисты узко все-таки ориентированы, при том, что для нас, как для урологов и абдомиальных хирургов, сосудистый этап представлялся весьма трагичным, а для них, наоборот, было более трагичное удаление забрюшенных лимфоузлов, и они категорически его выполнять отказались, и после этого больной через три недели уже был подвергнут второму этапу лечения. Мы выполнили лапартомию, удаление забрюшенных масс, практически с полным удалением того конгломерата, который был в забрюшенном пространстве. И второй пациент, он уже больше, наверное, интересен химиотерапевтическим подходам и перспективами, которые у него сформировались благодаря современному обследованию. Пациент 23 лет, опять же, несеменовная опухоль правого яичка, пациенту была проведена первая линия химиотерапии, к сожалению, на нем было прогрессирование, но при этом после химиотерапии полного регресса забрюшенных лимфоузлов не было, но пациенту не рекомендовали выполнение удаления резидуальных масс. На этом фоне прогрессирования проведена вторая линия химиотерапии, и опять его не оперировали, несмотря на достигнутый регресс и снижение нормализации маркеров. И через некоторое время опять подъем маркеров. Пациент был обсужден и консультирован рядом специалистов в городе. Учитывая, что все линии химиотерапии были в этот момент исчерпаны, ему предлагали, по-моему, этапозит, симптоматический этапозит, и по сути понятно, что была предложена симптоматическая терапия. При том, что был единственный конгломерат в забрюшенном пространстве, отдаленных метастазов у пациента не было. Мы его взяли на хирургическое лечение, но основной нашей идеей было не в том, чтобы удалить резидуальные массы, а в том, чтобы провести генетическое типирование, постараться, может быть, как-то на современном вот таком уровне определить дополнительные опции в лечении. Мы выполнили полную суеторедукцию, и было интересно то, что после операции через неделю у него была полная нормализация маркеров. То есть даже этого вмешательства было достаточно, чтобы достигнуть ремиссии. Материал действительно отправили на генетический анализ, была проведена достаточно большая работа. И что действительно интересно, что этот тест показал, что то самое симптоматическое лечение, которое ему предполагалось, по молекулярному типу, наибольшая чувствительность как раз к этапозиду. Поэтому сейчас стоит вопрос о проведении соответствующей высокодозной схемы с этапозидом у данного пациента, как следующей линии терапии. Но еще один, наверное, важный на сегодняшний день вопрос, который я в первой сессии тоже говорил, и об этом пациенте, что у него в том числе в этом отчете, который мы получили, была проведена оценка иммунного комплекса, оценивающего возможность ответа на современные иммунологические препараты. Была оценена экспрессия PD-L1, степень инфильтрации цитотоксическими лимфоцитами, микросателлитная нестабильность, мутационная нагрузка. И по этим маркерам, к сожалению, этот пациент оказался полностью негативным, и понятно, что по всей видимости шансов на эффекты от этой группы препаратов нет. Но и при этом, тоже оценивая литературу, единственное исследование с пембролизумабом, которое было у этих пациентов, оно полностью негативно, ни одного адекватного ответа у этих пациентов не было. Но есть отдельные кейс-репорты, которые демонстрируют при высокой экспрессии PD-L1. Авторы отмечали ответ. Поэтому современный подобный, в том числе и молекулярный профиль пациента, наверное, имеет смысл, имеет свои определенные перспективы и у данной категории больных. Спасибо. Спасибо, Александр Константинович. Уважаемые коллеги, вопросы к Александру Константиновичу? Неужели вопросы? Представьтесь, пожалуйста. Я четко пропальпировать не могу, потому что яички подвижны, убегают в паховые каналы. Вот в плане дополнительного исследования. Маркеры отрицательные? Принципиально это возможно, но вот и по нашим данным, и по впечатлению, что ультразвуковое исследование обладает не меньшей чувствительностью. И даже при тех небольших образованиях, так называемых зонталомах, которые мы определяли, то есть образование меньше сантиметра, МРТ обладало даже меньшей чувствительностью, чем ультразвуковое исследование. Это маленькие, конечно, серии, но тем не менее это так. Поэтому ультразвуковое исследование достаточно информативный метод для обследования. Но вот в этом случае вы бы посоветовали лечебно-диагностическую операцию, да? Если есть при ультразвуковом исследовании действительно образование, которое… Ну, сомнительно, потому что сами по себе яички, они вот такие какие-то непонятные. Но есть разряд опухолей яичка, которые расцениваются как инциденталомы, это, еще раз повторяю, образование небольшого размера, меньше сантиметра, и не пальпируемые, выявляющиеся только при ультразвуковом исследовании, при случайном обследовании, а чаще всего у пациентов при наличии бесплодия. И вот эти образования, тактика, конечно, она не определена, как бы так, стандартно, потому что очень маленькие группы, но тем не менее те, кто этим занимается и представляет свои небольшие серии, мнение у них однозначное, что эти пациенты должны оперироваться, и мы в том числе такую небольшую работу представляли, должна выполняться биопсия этого образования, желательно со срочным гистологическим исследованием, если действительно у вас морфологическая служба готова к тому, чтобы оценить этот материал, потому что нужно оценить не только опухоль, но и окружающую ткань яичка, паранхему, и удаление этого образования. Обычно это тоже делается под ультразвуковой навигацией, потому что нужно нанести минимальную травму яичка, есть рекомендации выполнять это под микроскопией с использованием операционного микроскопа. Цель, еще раз говорю, основная – это минимальная травма. В нашей небольшой, там, по-моему, 4 или 5, 4 всего пациента, которых мы оперировали, у всех этих 4 пациентов эти маленькие образования оказались гербиногенной опухоли. И еще можно вопрос. Допустим, опухоль единственного яичка, можно ли резицировать небольшую опухоль? Ну, не можно, а нужно, и по стандартам это является абсолютно невоснованно. Если это возможно, там есть четкие критерии, по которым мы ориентируемся для орган-сохраняющей операции. Спасибо. Уважаемые коллеги, вопросы еще, будьте добры, да. Александр Козьмич, Вы сказали, что в определенном проценте случаев Вы делаете молекулярно-генетические исследования. Что это за категория больных и в Вашей реальной клинической практике какие терапевтические опции добавились в работе с этим пациентом? Это первое, наверное, никакого процента нет. Это первый опыт, который мы попробовали, действительно, в тупиковой ситуации, когда, в принципе, мы ничего предложить пациенту по большому счету обоснованно не могли. Поэтому, ну, может быть, в какой-то мере мы удовлетворили свой интерес, но при этом, действительно, мы получили еще и молекулярное подтверждение, что, вероятно, такая вот высокодозная схема с этапозидом, которая существует, она, в принципе, у него остается как вариант лечения, но мы плюс получили молекулярное обоснование того, что это может быть действительно актуально. Из нашего опыта ничего Вы там не найдете к тому, что можете назначить молекулярного. Опять же, герминоген содержит минимальное количество мутаций, только при химиорезистентности там возникают мутации, но к ним каких-то препаратов, которые бы на них воздействовали, на те пути, которые активировались, нет. Конечно, нет, это все... ИДЛ провалилось, и Веролимус провалился в двух исследованиях. Этот тест, как я понимаю, германский, там еще оценивали экспрессию данных, это тоже не работает абсолютно никаким образом, как предиктор эффективности химиотерапии. В данном случае мы и так знали, так бы назначили ЛАСТ-ЭТ. Тут смысл высокодозки не в том, что будет этапозит, а смысл высокодозки. Ну да, смысл высокодозки, да, я согласен. Если привязывать я не решился, так же он был показан действительно гемоцитабин, собственно, стандартная третья линия ГИМОКС. Роль высокодозки... Вот ГИМОКС получал, да, просто там не было. Просто был, больной пришел, нет, больной пришел с другого учреждения, когда его пролечили полностью. Эффект высокодозки тоже мы должны критично воспринимать в третьей-четвертой линии, для второй линии можно сказать, это потенциальный стандарт. А вот реализовать его в Российской Федерации очень трудно. А вот в третьей-четвертой линии тоже ждать эффектов больших. Можно получить полный эффект, но он будет кратковременно, он запрогрессирует, этот пациент. Поэтому из опыта мы многих больных направляли на Foundation One, на другие тесты. К сожалению, ничего там, то, что они писали, мы пробовали иммунотерапию, все угодно. Все, что мы видели в клинических исследованиях, что это не работает, оно и подтверждалось, не работает. Поэтому здесь очень сложная ситуация. Если вы неправильно лечили на первых линиях, то потом, когда они приходят с рецидивами, их уже вылечить очень-очень-очень сложно. Поэтому здесь весь упор как раз и декларуется о том, что нужно сделать именно на первых двух линиях терапии, чтобы максимально возможности хирургии. Если бы тогда кто-то подумал о удалении резидуальной опухоли, не было бы такой ситуации. Поэтому здесь всегда очень сложно иметь дело с пациентами химиорефрактерными. Спасибо.